Депрессия Думаю, что все в голове. Главное настроить себя на позитивный лад и, думаю, можно справиться самостоятельно. Это не нужно лечить. Человек сам может выйти из этой ситуации, смотря на сколько он сильный. Ну, а если человек не сильный? Ну, вот я сильный, я побеждаю. Ну, я не знаю, что это за понятие такое депрессия. Это, наверное, полная жесть какая-то, да? Просто бывает плохое настроение. Простуду тоже лечат профессионалы, но мы же не идем каждый раз к врачу, да, правильно, когда горло болит. Поэтому своими средствами пытаемся лечить. Нет, мы ее придумываем сами себе. У меня никогда не было депрессии. 50 грамм коньячку, депрессия пройдет. Выясняется, что наши люди относятся к депрессии не очень-то серьезно. Ну, подумаешь. Посмотрите, как люди живут в Африке, депрессию как рукой снимет. Есть, конечно, и другая крайность. Некоторые люди с удовольствием сами себе ее диагностируют и сами же выписывают себе антидепрессанты. Так все-таки, что же это такое депрессия? Меня мучили боли соматического характера. У меня разваливалось все. Я не могла спать. Я нервничала по любому поводу. Я могла заплакать в любой момент. Ни с того, ни с сего. Я ничего не хотела делать. Я не спала. В течение 10 лет у меня было расстройство сна. В 3 часа я просыпалась. Я совершенно не понимала, что это депрессия. Лицо нашей героини по понятным причинам мы не показываем. С виду абсолютно благополучная и успешная София медленно угасала в течение 10 лет. Семья – хорошая профессия и достаток. Казалось бы, нет причин унывать. Но смысл жизни София не могла найти ни в чем. София страдает у нас тревожно-депрессивным синдромом. По степени тяжести – это средняя степень, неумеренная степень выраженности симптомов. Попала она ко мне, ну, можно сказать, случайно. Она обратилась изначально к неврологу, а невролог ее дальше отправил ко мне, посчитав ее жалобы больше основанными на нарушении психических функций. Степан Веденов – врач-психиатр неврологического отделения научно-исследовательского института в Краевой клинической больнице номер один. Вообще существует статистика, она общемировая, то, что среди популяции депрессиями страдают от 5 до 6% человек, всего населения. Однако существует также статистика, то, что тревожными депрессивными расстройствами в России страдает каждый десятый человек. В принципе, тяжелая депрессия – это болезнь, которую нужно лечить, которая требует наблюдения, которая требует восстановления. Я когда пришла к нему, первое, что он сделал, он меня похвалил, что я переступила через себя, что я пришла, что я доползла, можно сказать. Один из первых, к сожалению, очень немногих сказал, у вас есть критический компонент, вы благоприятный больной. И он первый сказал, что это депрессия. И мне стало легче в наш первый визит, я перестала ходить в темноте. У людей очень много стереотипов. Очень много стереотипов касаемо психиатрии и психотропных средств, как средства лечения психических заболеваний. Психиатрия – это наука, которая заставляет нас приспосабливаться к человеку. То есть здесь минимум стандартов и максимум индивидуального подхода. Психиатр – такой же врач, как и все остальные врачи. Возможно, в некотором роде даже в чем-то более гуманном, более понимающем. Интересный факт. Американские психологи составили рейтинг самых депрессивных профессий. Согласно их выкладкам, рейтинг самых тоскливых и безрадостных специальностей возглавили няни, сиделки и социальные работники. Российские психологи дополнили список неожиданно журналистами и менеджерами. Любая деятельность имеет свои так называемые горячие точки – риски, которые могут спровоцировать депрессивное настроение. Например, различие социального положения няни и семьи, в которой она работает. Одно дело знать, что у шефа есть джип и трехэтажный дом, другое – жить в этом доме. На все великолепие можно смотреть, нельзя трогать руками. Тут не только депрессией можно заболеть, язву желудка на нервной почве схлопочешь. И так далее. Риски можно найти и в других профессиях. Изучив мнение психологов, соглашусь с рисками в своей профессии. У журналистов, например, горячая точка – это проблема с самооценкой. И начаться они могут именно в момент творческого кризиса. Кто-то сочтет произведение журналиста гениальным, а кто-то посоветует автору выпить яду. Но нет четкого мерила качества продукта. Поэтому, чтобы не впасть в уныние, нужно иметь очень устойчивую самооценку. Но все-таки депрессивное настроение – это еще не депрессия. Именно в постановке диагноза депрессия существуют достаточно четкие клинические критерии. То есть должно быть стойкое понижение настроения, как правило. Снижение работоспособности. Человек не может в той же мере, в которой ранее, получать удовольствие от жизни. Все эти симптомы должны длиться не менее двух недель. По большей части без видимых на то причин. Для постановки диагноза психиатрического мы, естественно, всегда должны исключать соматическую патологию. То есть сначала исключается нарушение любых систем и органов у пациента. Опять же, кому-то может показаться, что перечисленные доктором симптомы часто встречаются у многих людей. Но если не обращать на них внимания, можно упустить из виду тот самый момент, когда человек доходит до последней черты. Существуют статистические данные, что среди больных депрессии количество суицидов в 20 раз больше, чем среди общей популяции. Это самая главная проблема. То есть мы не должны допустить этого. Я понимала, что у меня нет выхода. У меня выход один или другой. Я просто дошла до того, что я поняла, что без помощи профессионала я сделаю своих близких несчастными. Я не хотела, чтобы в окружении говорили, что вот это родственники той, которая шагнула в пропасть. До 75% людей, которые планируют суицид так или иначе, сообщают о своем намерении близким. Это могут быть едва уловимые намеки. Они ищут возможность быть высказанными, но не всегда оказываются услышанными. Нужно людей, которые находятся в депрессии, с ними нужно разговаривать, их нужно слышать. Потому что на самом деле все, что говорит человек, он рассказывает про себя. И проблема окружающих в том, что они просто не слышат. Теперь, анализируя то, что у меня было, я вспоминаю, что я ведь все это людям говорила. Только, к сожалению, они не обучены это слышать. Я теперь у них спрашиваю, находясь уже практически в здоровом состоянии, я теперь спрашиваю у них, разве я не говорила вам этого? Мы знаем из последних исследований, что человек, который болен в депрессии, он имеет достаточно выраженные изменения химического состава. Именно химических веществ в головном мозге. Поэтому здесь обязательно медикаментозная поддержка, здесь обязательно лечение. Человек, принимая правильно подобранные антидепрессанты, вполне может садиться за руль, нормально работать, и люди даже не поймут, что он принимает какие-то препараты. Помимо медикаментозной коррекции, естественно, проводятся психотерапевтические сеансы. При депрессии применяется чаще всего когнитивная психотерапия, которая направлена на понимание человеком своего состояния, своей болезни. Человек после этого может самостоятельно осознавать себя и справляться с проблемой. Мы заставляем человека понять, что с ним происходит. В разговоре, в беседе он должен понять, что с ним происходит. Он должен сформулировать и вывести наружу то, что доставляет ему дискомфорт. У нас в России так сложилось. Психотерапевтов обычно заменяют друзья и подруги. Многие этим гордятся, мол, не стоит брать пример с Запада, где у каждого психотерапевта есть собственный психотерапевт. И все-таки, когда мы заболеваем серьезно, например, раком, мы идем лечиться к врачу, а не к друзьям. Мама не знает, что у меня такой диагноз. Знает из моих родственников только моя сестра на всякий случай. Больше не знает никто, потому что я знаю, что... Они не поймут? Не поймут. Они не поймут, они будут осуждать, как будто я сама виновата, что я пряпка, я не могу справиться с ситуацией, я не могу взять себя в руки. К сожалению, чаще всего именно самые близкие люди отмахиваются и относятся к таким проявлениям, как к обычным слабостям характера и не воспринимают всерьез. София посещает психиатра полгода, и доктор зафиксировал устойчивую положительную динамику. В будущем можно не бояться рецидивов, и она навсегда попрощается со статусом пациентки. Сейчас я радуюсь. Я сейчас радуюсь. Меня радует всё. Я... Во-первых, я счастлива от того, что я хочу жить. Я пишу дневник. И это очень полезно для тех, кто хочет выздороветь. Самому себе надо помогать. Надо искать и заставлять себя радоваться. Надо фиксировать то, что портит тебе настроение. Конечно же, депрессия не так страшна, как рак или инсульт, но только если не давать ей воли. Душа человека очень тонкая и чувствительная. Если вы подвержены депрессивным состояниям, то начните о себе заботиться и доверьтесь профессионалам. Редактор субтитров А.Семкин